Следующий вопрос. Тоже важный вопрос. Если у женщины случилась ментурация после того, как зашло время намаза, но она еще не прочитала этот намаз. Намаз Зогр настаёт 12 часов, идёт до 3 часов. 12 часов дали азан на Зогр. Женщина до часу, целый час намаз не читала, так? То есть не совершила намаз, решила его отложить, например, на час. И в это время у неё пришла ментурация. То есть она могла совершить Зогр, но отложила его, так? И пришла ментурация. Вопрос. Когда у неё закончится ментурация, должна ли она возместить этот намаз? То есть Атар она не должна возмещать или Магриф, или Иша, это понятно, потому что в это время у неё была ментурация с начала до конца. Но Зогр она должна возмещать или нет? Вот это вопрос. Так как она жила, как говорится, в то время в состоянии чистоты, когда на ней, как называется, когда время намаза уже было заширшено. В этом вопросе три мнения. Аль-Каулюль-Ауаль первое мнение. Алей-Га-Аль-Каба. То, что она обязана возместить этот намаз в ходе того, как очистится. Аль-Каулюль-Шаби ун-Нахаева катаду Ахмаду Исхак. И это мнение имама Шаби, а также Ибрагима Нахаи и катады, имама Ахмада Исхака. Аль-Каулюль-Сани второе мнение. Если она была способна прочитать намаз в начале времени, но по халатности просто отложила, так, или по своему желанию отложила, не говоришь, что это халатность, откладывать время намаза не халатно, так, это разрешено делать. То есть она была способна прочитать, ничто ей не мешало, но сама отложила время намаза, тогда она должна возместить его, когда закончится кровотечение, так. Аль-Каулюль-Сани, а если же она в это время не была способна совершать намаз? Тогда она не должна возмещать намаз в ходе того, как у Лишафи. И это мнение имама Ахмада Исхака. Второе мнение же понятно? Аль-Каулюль-Сани и третье мнение в вопросе. То есть она не должна возмещать этот намаз. И это мнение принадлежит Мухаммаду Исилину и Хамаду Ибнаби Сулейману и Абу Ханифи, так, то есть у нас что? Ошибка. И Абу Ханифи, а также Аузаи, а также Захиритам. И это мнение выбрал Ибн Хазам в книге Аль-Мухалла и сказал, Бургану Каулина довод на наше слово, а такое у нас слово, то, что женщина в этом случае после очищения от менструации не должна возмещать тот намаз, время которого зашло было, и она была в состоянии чистоты и не прочитала. Какой довод у нас? То, что Всевышний Аллах сделал для намаза, как называется, границу, временную границу. Так, у нее есть начало, у нее есть конец. То есть, у любого намаза есть начальное его время и есть конечное его время. И пришло к нам застоверным и снадом, что посланник Аллах совершал намаз в начале своего времени. А также достоверно от него, что он совершал в конце времени. Так или нет? И поэтому достоверно, то есть, понятно становится, что тот, который отложит намаз до конца его времени, не является грешником. Потому что пророк, саламу, не совершал грехи. Так или нет? Логика понятна. То есть, пророк, саламу, откладывал до конца времени, значит, не грех, потому что он грехи не совершал. А раз эта женщина не является грешницей, так, то есть, за то, что она отложила на час, допустим, свой намаз. Исходя из этого, мы не можем сказать, что в этот час ей намаз, что совершать было обязательно, в смысле, именно в этот час. Понятно ли? Да, в общем, обязанность намаза уже за нее зашла была. Но именно ограничение обязанности в этот час, то есть, мы не можем такого сказать. Более того, она имеет право откладывать намаз до конца его времени. А раз мы говорим, что именно в этот час она не обязана была совершать намаз, так что у нее пришел после этого хайт, то есть, менструация, то намаз в нее спадает. Так что обязанность совершения этого намаза спадает. А если бы намаз совершать было обязательно в начале его времени, А если бы говорить, что намаз было обязательно совершать в начале времени, то тот, который совершил намаз, отложив его на столько, сколько времени достаточно, чтобы совершить намаз. Понятно или нет? То есть, в 12 часов время зашло. Зохра читается в 10 минут. Человек начал его читать в 12 часов в 10 минут. Не в 12, а в 12.10. То есть, он что, получается, сделал? Отложил время от его... Отложил намаз от его начального времени. Так или нет? То он был бы, говорит, из тех, кто... Так, кто его возмещает, а не читает. Так или нет? То есть, есть тот, который совершает намаз, а есть тот, который возмещает. Если мы скажем, что человек обязан читать в начале времени, то в 12.10 он был уже что? Если бы начал намаз, был бы из тех, которые не читают в начале времени, а отложили намаз от начала времени. Так, и не был бы он из тех, кто совершает намаз, а был бы из тех, кто его уже возмещает. И был бы он грешником за то, что отложил намаз на 10 минут. Так или нет? И откладывающим намаз от его времени. И это является ложным. Никто в этом не разногласит. В ложности этого нет разногласий. И это мнение является правильным. То есть, третье мнение. И один Аллах лучше знает. И это мнение выбрал Шеху Исламу Ибн Таймия и приписал его имаму Малику также. Исходя из этого, в этом вопросе, в таком вопросе, если женщина наступила, пришло время намаза, она отложила его на определенное время. Такое, что она способна была совершить этот намаз. И потом пришел к ней хай, то есть менструация, и она не смогла его совершить, из-за того, что запрещено ей совершать намаз во время хайда. Обязана ли она возмещать этот намаз после того, как очистится? Правильный ответ в этом, то, что она возмещать его не обязана. Так как нет, не было на ней обязанности совершить этот намаз именно в этот промежуток времени, на которое она отложила этот намаз. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...